Эфир Фридом продолжит обзор главных новостей к этому часу. Здравствуйте, это наше время. Украинские защитники уничтожили очередную российскую самоходную арт-установку. Видео ликвидации техники опубликовала пресс-служба сухопутных войск ВСУ. Там уточнили, что САУ утилизировали бойцы 45-й артиллерийской бригады. Россияне пытались скрыть установку камуфляжем, не помогло. Страны Евросоюза согласились направлять 90% доходов от замороженных активов России на оборону Украины. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц. По его словам, прибыль от российских средств составляет несколько миллиардов евро в год. Шольц также отметил, что согласование находится уже на финальной стадии. Кроме этого, немецкий канцлер призвал Китай, Бразилию и Индию заставить Россию вывести свои войска с территории Украины. И подчеркнул, что в таком случае шансы на скорый мир возрастут. Чем больше таких стран, как Китай, Индия, Бразилия и другие дадут понять России, что уже хватит и что эта война должна закончиться, а Россия должна вывести войска с территории Украины, тем больше шансов на скорейшее наступление мира. Это также увеличивает и шансы дипломатических усилий, подобных тем, которые предприняла Швейцария с ее запланированной мирной конференцией, чтобы приблизить нас еще на один шаг к справедливому миру. На второй день визита во Францию председатель КНР Си Цзиньпин и французский президент Эммануэль Макрон отправились в Пиренейские горы. Они побывают на одном из самых высоких асфальтированных перевалов, которые преодолевают участники велосоревнований Тур-де-Франц. В одном из высокогорных ресторанов организован обед, как своеобразный ответ на чайную церемонию, которую провели для Макрона в Гуанчжоу. В окружении президента Франции надеются, что благодаря поездке в горы удастся создать возможность для более искреннего разговора лидеров на сложные темы. Отмечу, что это третья поездка Си Цзиньпина во Францию. Ранее он посещал страну в 2014 и 2019 годах. Во время своего нового европейского турне, которое продлится до 10 мая, лидер Китая также посетит Сербию и Венгрию. Токио и Берлин впервые проведут совместные учения сухопутных войск. Маневры пройдут в следующем году в Японии на фоне наращивания военной мощи Китая в Индотихоокеанском регионе. По словам министра обороны Германии, КНР продолжает размечать береговую охрану, морскую полицию, а также военно-воздушные силы в водах вокруг Тайваня. Мы наблюдаем за этими событиями с обеспокоенностью. Также наши военные эксперты говорят, что Россия теоретически сможет атаковать территорию НАТО через 5-8 лет. Независимо от того, пойдет ли Москва на этот риск или нет, мы должны быть готовы ко всему. Борис Писториус, министр обороны Германии в интервью информационному агентству КИОДА. Россия должна вывести свои войска из Украины, если хочет уберечь их от потерь на фоне усиления помощи Украины со стороны стран Запада. Об этом сказал координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США Джон Кирби. Также он ответил на угрозы Кремля ударить по военным объектам Британии после того, как глава МИДа этой страны Давид Кэмерон подтвердил право Украины применять предоставленное ей британское оружие для ударов по российской территории. Если Путин и российские официальные лица обеспокоены тем, что их войска в Украине могут быть поражены оружием, которое изготовили в других государствах, то самый легкий способ избежать этого – просто вывести свои войска. Для лидера крупной ядерной державы просто безрассудно и безответственно бряться с ядерным арсеналом и намекать на его потенциальное использование. Джон Кирби – координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США. Ядерный шантаж для России является регулярной практикой. Об этом заявил представитель главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в интервью «Радио Свобода», комментируя объявленные Москвой ядерные учения. Напомню, Путин поручил провести маневры с отработкой применения тактического ядерного оружия уже в ближайшее время. То, что имеют, тем обряцают ядерным оружием. В конце концов, это постоянная практика Кремля. Чего-то нового особо здесь нет. Есть уже официальные заявления международного сообщества по этому поводу. Что касается ядерного шантажа, разумеется, это вопрос к свободному миру, к Западу. Я думаю, что реакция будет адекватной и правильной. Андрей Юсов, представитель главного управления разведки Министерства обороны Украины. В интервью «Радио Свобода». Хакерской атаке подверглась Министерство обороны Великобритании. Киберпреступники украли, проникнули в компьютерную систему оплаты труда действующих военнослужащих в некоторых ветеранов. Хакеры смогли получить информацию об их именах и банковских реквизитах. Правительство Соединенного Королевства пока не называет страну, которая совершила атаку. В то же время ведомстве заявили, что все зарплаты выплатят, беспокоиться не о чем. Министр обороны Великобритании Гранд Шапс пообещал выступить перед парламентом с заявлением, в котором изложат план по поддержке и защите личного состава. А вот польские спецслужбы обнаружили подслушивающее устройство в зале в городе Катовице, где сегодня должны были встретиться министры. Как сообщил спикер службы безопасности Польши Яцек Добжинский, устройство демонтировали и отправили на экспертизу. Заседание было запланировано на 13.00 по киевскому времени. Среди вопросов, которые должны были обсудить польские министры, энергетическая политика и отказ от угля. Финляндия и Дания выразили общую обеспокоенность в связи с действиями России и ее заявлениями о возможных атаках на территории европейских стран. Об этом на совместной пресс-конференции заявили главы правительств двух государств Петери Орпа и Мэтте Фредерикса. На встрече в Копенгагене они отметили, что такие угрозы никак не повлияют на поддержку Украины. Однако Европе следует лучше их осознавать. А премьер Финляндии добавил, что РФ стремится навредить европейским странам всеми возможными способами. Утром российские военные ударили по поселку Белозерка Херсонской области. На фото последствия повреждены 10 частных домов. Большинство из них остались без дверей, окон и крыш. Пострадала местная жительница. Ее оперативно доставили в больницу. Всего за сутки от российских обстрелов пострадали 17 населенных пунктов, в том числе и Херсон. Сотни ударов только за одни сутки российские войска нанесли по Сумской области. Захватчики применили артиллерию, минометы и управляемые авиабомбы. В результате вражеских атак один человек погиб, четверо ранены. Среди них двое малолетних детей. Кроме этого повреждены десятки частных и многоквартирных домов, а также объекты энергетической и критической инфраструктуры. Впрочем, как отмечают местные власти, электроснабжение в области уже почти полностью восстановлено. О ситуации в регионе, вероятности наступления российской оккупационной армии и готовности к нему силы обороны Украины в нашем следующем материале. После полуночи 6 мая в городе Сумы прогремели взрывы. Российская армия в очередной раз нанесла удар по городу и области. Применила дроны камикадзе типа шахет. 12 сбили силы обороны Украины под российской атакой энергетика. Одновременно было обесточено более 400 тысяч абонентов в Сумах и населенных пунктах области. Также обесточились потребители Харьковской области. По состоянию на утро потребители частично подключили. Из сообщения Министерства энергетики Украины в Телеграм. В общей сложности по энергетической системе области зафиксировали 24 удара авиацией и беспилотниками. Вследствие атак были обесточены 67 населенных пунктов. Россияне действуют максимально рационально. И они пытаются, обратив всю область в блэкаут, оставить местных жителей не только без тепла, электричества, но и еще оставить без стабильной связи. В таких условиях управлять и своевременно информировать местное население будет достаточно сложно. Пытаются создать атмосферу хаоса и паники в регионе для того, чтобы затем уже в рамках диверсионно-разведывательной деятельности максимально эти деструктивные процессы в регионе распространять. Именно в Сумской области россияне наиболее активно пытаются применять свои ДРГ. Силы обороны Украины еженедельно раскрывают по несколько групп противника. Раньше ДРГ противника были наиболее активны в Харьковской области, но за последнее время эта активность снизилась. В Черниговской области также активность ДРГ не фиксируется. А вот Сумская область остается для них приоритетом, потому что по несколько диверсионно-разведывательных групп противника выявляется в течение недели. Россия готовится к наступлению в районе Харьковской и Сумской областей, заявили в украинской разведке. В ГУР предполагают, что оно может начаться в конце мая или в начале июня. Северная группировка России, базирующаяся через границу с Харьковом, в настоящее время насчитывает 35 тысяч человек. Но ее планируют расширить до 50-70 тысяч военнослужащих. Россия также создает дивизию резервов, то есть от 15 до 20 тысяч человек в Центральной России, которые они могут добавить к основным усилиям. Этого недостаточно для операции по захвату крупного города. Быстрая операция по входу и выходу возможна, а вот операция по взятию Харькова или даже города Сумы – это другой порядок. Россияне это знают, и мы это знаем. Вадим Скибицкий, заместитель начальника главного управления разведки Министерства обороны Украины, в интервью изданию «Заэкономист». Силы обороны Украины укрепляют первую, вторую и третью линии обороны в Сумской области. Такое заявление спикер оперативного командования «Север» Вадим Мысник сделал в конце марта 2024-го. И работа над экстренным возведением фортификаций продолжается. Первая составляющая – это сохранение жизни и здоровья наших военнослужащих. Вторая миссия, которая возлагается на инженерной фортификации – это максимальное замедление продвижения вражеских сил и средств. В связи с тем, что мероприятие проводится в том числе и в крайне сложных обстоятельствах, когда противник имеет возможность наносить авиационные удары, использовать артиллерию, в том числе и реактивные системы, залпового огня для ударов по нашим не только защитникам, но и специалистам, которые строят те самые инженерные фортификации. Это крайне усложняет процесс строительства, но процесс продолжается даже в таких неблагоприятных условиях. Российские оккупанты получили приказ взять хотя бы что-то к 9 мая, или, если не удастся, хотя бы к визиту Путина в Китай в середине мая. Об этом говорят в украинской разведке. Но значительных успехов от армии и страны-агрессора украинские защитники не ожидают. В ГУР считают, что от того, насколько крепко вооруженные силы Украины держат оборону на Донбассе, и зависят будущие планы россиян относительно наступления на северо-востоке страны. В Москве прошла так называемая инаугурация Владимира Путина. Таким образом, переписав Конституцию под себя, российский диктатор будет править страной еще 6 лет. Напомню, что Европейский парламент и Парламентская ассамблея Совета Европы приняли резолюцию, согласно которой не считают Путина легитимным президентом РФ. Кроме этого, Европейский парламент утвердил, что так называемые выборы в России прошли с грубыми нарушениями международных норм и стандартов и не могут быть общепризнанными. А также призвал государство ЕС и международное сообщество не признавать их результаты. Псевдоцеремония инаугурации Владимира Путина на пост президента РФ – это способ создать иллюзию законности его почти пожизненного пребывания у власти. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Украины и подчеркнули, что во время так называемых выборов Кремль пренебрег положениями многочисленных документов, которые являются основой системы международных отношений. Одним из нарушений общепризнанных норм стала незаконная организация псевдоголосования на временно оккупированных РФ территориях Украины. Прибегая к пропаганде и манипуляциям, кремлевский режим использует участие избирателей и итоги голосования для оправдания военного вторжения в Украину и агрессивной политики в отношении других государств. Исходя из этого, а также учитывая действующий ордер Международного уголовного суда на арест Владимира Путина, Украина не видит правовых оснований для его признания демократически избранным и легитимным президентом Российской Федерации. Из заявления Министерства иностранных дел Украины. Напомню, что большинство западных стран отказались присутствовать на псевдоинагурации главы Кремля. В частности, это Германия, Великобритания, США и Канада. Так называемую церемонию посетили лишь послы Франции, Греции, Кипра, Мальты, Венгрии и Словакии. Позже в ЕС объяснили, почему некоторые страны все же отправили своих представителей в Кремль. Как отметил спикер внешнеполитической службы ЕС Петерстана, страны ЕС вправе сами принимать решение, посещать или нет подобные мероприятия. Также он подчеркнул, посла Евросоюза в Москве не будет, а страны, решившие отправить своих представителей, должны сами дать объяснение, почему они это сделали. Эстония не планировала участвовать в так называемой инаугурации российского диктатора Путина. Об этом заявил министр иностранных дел страны Маргус Цакна. Он назвал Путина военным преступником и отметил, Запад не выступает против лучшего будущего Российской Федерации. Это делает руководство России. А так называемая инаугурация является второй частью игры главы Кремля. Первая началась с псевдовыборов от президента РФ в марте. А вот по мнению министра иностранных дел Латвии, ни одна страна мира не должна была отправлять своих представителей на так называемую инаугурацию российского диктатора Путина. Как заявила Байба Бражем, Путин является главой государства-агрессора, нарушивший основные части устава ООН. Также его разыскивает Международный уголовный суд за военные преступления. Не инаугурация, а классическая российская коронация очередного преступника-рецидивиста. Так советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал псевдо-инаугурацию главы Кремля. Он напомнил, Путин не президент, а классический диктатор и добавил, что псевдо-лидер России стремится расширить агрессию и масштабировать войну в разных форматах. Подробнее псевдо-инаугурацию Путина, дальнейшее правление диктатора и последствия для Украины, мира и самой России обговорим с экспертом. К эфиру Фридом присоединяется политолог Владимир Фисенко. Здравствуйте. Добрый день. Фактически весь мир игнорирует это событие сегодняшнее в Москве и мало кто отправил своих представителей туда. Вот в таких обстоятельствах. Как вы думаете, Путину не обидно? Как он себя чувствует? Ущемленным или нет? Ведь фактически по факту его авторитет не распространяется за пределами России. Нет, ну я бы не делал таких больших обобщений, потому что у Путина есть союзники, их мало. Буквально можно перечесть на пальцах одной руки, ну можно добавить еще там немножко. Это те, кто зависит от России, кто поддерживает Россию в голосованиях в ООН. Есть целый ряд стран, которые имеют с Россией политические или экономические связи и сохраняют их, несмотря на санкционный режим. Поэтому, к сожалению, нельзя говорить о полном бойкоте Путина. Это было бы не совсем корректно, делать такие утверждения. Но, вот что очень показательно, Путин действительно стал токсичным из-за войны против Украины, в связи с ордером Международного криминального суда. Последние полтора года, даже больше, лидеры ведущих западных стран прекратили свое общение с Путиным. Даже телефонных разговоров нет. Единственный европейский лидер, который встречался с Путиным за это время, это Орбан во время поездки в Китай. Но у Орбана особое отношение с Россией. Поэтому можно говорить о том, что даже нынешний бойкот со стороны большинства западных стран, вот этой церемонии так называемой инаугурации, это как раз свидетельство того, что Путина не воспринимает, он токсичен. Он является олицетворением аморальности, зла в современной международной политике. Поэтому вот этот бойкот, он скорее моральный, но он очень важен и показателен. Это свидетельство того, что Путин и страна, которую он возглавляет, проводят неприемлемую политику, которая наносит ущерб, вред всей международной безопасности. Все же, как мы уже говорили, представители шести стран ЕС все же прибыли в Москву. О чем это говорит? Европа не хочет окончательно разрывать связь с Россией, чтобы далее, например, говорить о мире в Украине или для этого есть какие-то другие объяснения этому факту? Ну, во-первых, не Европа, а шесть стран Европейского Союза. Большинство стран Европейского Союза, включая представительство самого Европейского Союза, проигнорировали участие в этой инаугурации. Есть позиция Верховного комиссара Евросоюза по внешней политике, который призвал к бойкоту вот этой путинской инаугурации. Поэтому правильнее сказать, что Европа как раз, Европейский Союз присоединился к бойкоту инаугурации Путина. Шесть стран Европейского Союза, даже не странно, посольства. Им не надо было приезжать в Россию. Это послы. Послы, которые присутствовали в России по нескольким странам, но абсолютно очевидная закономерная ситуация. Инаугурация, и это ожидало, что они примут участие в инаугурации. Я уже упоминал Венгрия, которая имеет давние дружественные отношения с Россией. Словакия, чей премьер тоже сейчас проводит примерно такую же политику, как и Орбан в Венгрии, и который тоже призывает к восстановлению отношений с Россией. Греция и Кипр – это православные страны, которые имеют тоже давние отношения с Россией. Они, правда, присоединились к санкционному режиму, как, впрочем, и все страны Европейского Союза. Но они не хотят ссориться с Россией. И тут такая, скорее, религиозная солидарность. Несколько стран на участие – Мальты. Но, я думаю, тут сыграли свою роль активные дипломатические действия и, возможно, деньги. Ну, это такое предположение. А вот Франция, вот это многих удивило. После заявления Макрона о возможности присутствия французских войск в Украине, о том, что нужно показывать силу Путина, силы останавливать продвижение Путина. И вот такой жест слабости, именно слабости. Я считаю, что это огромная ошибка французской дипломатии, возможность самого президента Макрона, если он дал на это согласие, а наверняка без его согласия не обошлось. Он фактически перечеркнул все свои сильные заявления последнего времени. Он вот этим участием посла своей страны в церемонии инаугурации Путина подтвердил свою слабость по отношению к путинскому режиму. И это урок, урок на будущее. И, к сожалению, проявление двойственности позиций Франции. А то у нас были многие восторги от заявлений Макрона. А вот здесь мы увидели традиционную старую французскую политику. Да, то есть одной рукой они показывают силу, а другой пытаются демонстрировать лояльность Путину и готовность с ним договариваться. Поэтому, на мой взгляд, это серьезная и даже очень грубая ошибка французской дипломатии. Вот только что вы вспомнили, да, о Эммануэле Макроне. И он сегодня заявил, что у Франции нет плана свергать Путина, и Париж не воюет с Москвой. И в продолжение этого представители США, они не приехали на инаугурацию, но при этом Госдев Соединенных Штатов признает Путина как президента. Как это можно прокомментировать? У них тоже меняется позиция? Еще раз подчеркну, президент Байден не общается с Путиным с момента его последних переговоров еще до российского полномасштабного вторжения. Большинство, почти все европейские лидеры также не имеют прямых контактов с Путиным уже больше, чем полтора года. Что касается позиции США, тут нет ничего удивительного. Давайте сравнивать. А что, Соединенные Штаты не ведут переговоров с Си Цзиньпином? Си Цзиньпин тоже не является демократически избранным лидером. Когда была холодная война между Соединенными Штатами и Советским Союзом, Соединенные Штаты не только сохраняли дипломатические отношения с Советским Союзом, принимали советских руководителей неоднократно, туда ездили и Хрущев, и Брежнев, встречались на разных уровнях. Американские руководители приезжали в Советский Союз. Это было в холодной войне. Сейчас ситуация другая, хотя бы в том смысле, что нет прямого общения на высшем уровне. Вот это жест очень сильный, который показывает, что Соединенные Штаты не хотят общаться с Путиным. Но они принимают политическую реальность. Они не считают Путина демократически избранным руководителем России, но они принимают ту реальность, что именно Путин является фактическим государственным руководителем России. А Россия – это не режим Каддафи или Саддама Хусейна. Это режим, который имеет ядерное оружие, ракеты, причем ракетный и ядерный потенциал России даже несколько больше, чем у США. Не считаться с этим нельзя. И надо сохранять варианты для тех или иных переговоров с Россией, в частности по вопросам ядерной безопасности. В конце 2022 года Соединенные Штаты, которые не контактируют с Путиным, но контактировали с руководителями российских спецслужб для того, чтобы не допустить использования тактического ядерного оружия в Украине. Поэтому это может быть несколько циничная, но прагматичная позиция. Моральное отношение к Путину они показали. Они не участвовали вот в этой инаугурации Путина. Это правильный был жец, как и у большинства европейских стран. Де-факто и де-юре признание Путина руководителем российского государства, точно так же, как и признание Си Цзиньпина руководителем китайского государства, здесь нет большой разницы. За исключением одного факта. Преступная грязная война России против Украины. Вот в связи с этим фактом Соединенные Штаты на высшем уровне не контактируют с Путиным. Но контакты с российским государством сохраняют для того, чтобы не допустить войны. Войны, которая может привнести гибель всему человечеству. Владимир, знаете, мы вот вместе с командой проекта «Наше время» проанализировали инаугурационную речь Путина и отметили несколько интересных деталей. По сравнению с предыдущими выступлениями, он практически перестал использовать слова «свобода», «демократия» и, наоборот, все чаще стал говорить о войне, о якобы агрессивной политике Запада по отношению к России и неких врагах вокруг самой России. Вот это вот, в эти заявления, как вы считаете, это так Россия отгораживается от остального мира и нас ждет очередной занавес и снова холодная война? Он ждет не нас, он ждет Россию и россиян. Этот занавес уже появляется. Появляется и в виде санкционного режима против России, и в виде ограничения, которые сама Россия вводит для своих граждан в отношениях с Западом. Хотя российская элита может это хотя бы отчасти игнорировать, ну, те, кто не под санкциями. Но так или иначе, да, это новая реальность, которая возникла после российского полномасштабного вторжения в Украину. Мы видим, что и предыдущее, и нынешнее правление Путина – это правление во имя войны. Главный смысл правления Путина – продолжение войны. Второй смысл – это фактически превращение России из условно-мягко-авторитарного режима, с какими-то формально-демократическими процедурами, типа формальных выборов или ограничения в два срока правления. Все этого нет. Россия стремительно превращается в тоталитарное государство. Идет либо восстановление советской системы, потому что ностальгия Путина по Советскому Союзу проявляется и в тех процессах, которые сейчас проявляются в России. Идет ресоветизация современной России и ее быстрое превращение в Северную Корею, фактически в тоталитарное государство. И вот как в XIX веке у России была такая специфическая идеологическая формула – православие, самодержавие, народность. Вот и сейчас что-то подобное в России, только вместо православия защита, причем агрессивная защита традиционных ценностей, в том числе и того же православия. Но есть же еще мусульманство, с мусульманами Путин ссориться не хочет, поэтому не говорят о православии, а говорят о традиционных ценностях, об их защите. Второе – самодержавие. В форме такого светского неосамодержавия Путин юридически не является монархом, а де-факто он царь. Его воспринимают как царя. Даже патриал Кирилл к нему соответствующим образом обратился как к высочеству. И вместо народности агрессивное великодержавие, когда Россия пытается восстанавливать себя как неоимперию и агрессивным образом проявляет свои намерения, стремления заплатить территорию соседних государств или восстановить контроль над той территорией, которую раньше контролировал Советский Союз и царская Россия. Вот формула современной России. И противостояние с Западом – это то, что было в советское время, вот холодная война, это тоже отражает идеологическую позицию Путина. Да, вот такой является современная Россия. И путинский режим уже на пятом формальном сроке правления Путина, а скоро уже будет 25 лет, как он руководит России, это фактически возвращение России в прошлое, деградация России. Владимир, а как тогда остановить вот расширение военной агрессии, вот восстановление империи российской, что нужно делать европейским странам и мировому сообществу, на что давить? Ну, его надо остановить только силой. Главный способ остановить Путина – военный способ. Остановить можно только силой. Путин понимает только язык силы. Путина можно остановить в Украине через предоставление максимальной, широкой и современно-технологической помощи Украине, военной помощи. Второй способ – это усиление эффективности санкционного давления на Россию. Третий способ – политическая изоляция России. К сожалению, в современном мире, как это было и в годы предыдущей холодной войны, полной изоляции не получится. У Путина есть и прямые, и непрямые союзники. Есть страны, которые тоже находятся в противостоянии с Западом. Но давление на Путина, жесткое давление, военное давление на фронте в Украине через помощь нашей стране и экономическое и политическое давление на дипломатических фронтах и в экономической сфере – вот это главные инструменты – сдерживание Путина. Он понимает только язык силы. Если он видит проявление слабости, вот тогда он проявляет свою агрессию, свое нахальство, он нападает на тех, кого считают слабыми. В случае с Украиной он ошибся, он просчитался. Он не ожидал и помощи Запада, и такого сопротивления Украины. Но если он видит слабость, в том числе со стороны некоторых западных стран, вот тогда, да, тогда он может идти вперед. Поэтому только силы. Путина можно остановить силой. Что ж, спасибо вам за экспертный разбор и анализ. На связи с нами был политолог Владимир Фисенко. Тем временем в Гаге проходит акция «Тюрьма, а не Кремль». В рамках нее, напротив Международного суда ООН, установили чучело Путина в наручниках и тюремной робе. По словам организаторов, активисты из разных стран соберутся у здания суда, чтобы публично вспомнить преступление нелегитимного диктатора. Они подчеркивают, настоящее место для международного преступника в тюрьме, а не в Кремле. И к этому часу у меня все новости. Напоминаю, что в 21.00 итоговый выпуск информационного проекта «Наше время». Тогда и увидимся. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова